Привет, друзья! Это последняя сводка с фронта и самые свежие новости мировой геополитики. И сегодня в выпуске мы в самых подробных деталях разберемся в том, что происходит на линии боевого соприкосновения. Поэтому внимание на экран, друзья! В самых подробных деталях и по карте посмотрим, что там происходит прямо сейчас. Штурмовики частной военной компании «Вагнер» продолжают продвигаться на юге Бахмута у Мариупольского кладбища. Восточный кладбища российские вооруженные силы взломают оборону ВСУ в микрорайоне Собачевка. В течение прошедших суток украинские военные силы попытались нанести несколько ударов беспилотниками непосредственно по территории Российской Федерации. Один из них разбился в Сурожском районе Брянской области, не достигнув своей цели. Четыре украинских беспилотника были уничтожены над Белгородом средствами радиоэлектронной борьбы России. Потерявшие управление эти летательные аппараты упали на город. Там повредили припаркованные автомобили и здания торгового центра. Как минимум два украинских беспилотных летательных аппарата нанесли удары по нефтебазе «Роснефти» в Туапсе. Один из аппаратов был израильского производства. Топливохранилище не пострадало по данным российских источников, а повреждена только одна из хозяйственных построек. Возникший пожар был оперативно потушен там. У поселка Новый в Адыгее разбился украинский беспилотник советского производства Ту-141 «Стриж». Целью атаки могло быть находящееся неподалеку химическое предприятие, химкомбинат или военные объекты на территории республики. В Санкт-Петербурге был введен план «Ковер», предполагающий закрытие воздушного пространства при вторжении неизвестных летательных аппаратов. Позднее ограничения отменили. В Министерстве обороны Российской Федерации происшедшее назвали проверкой готовности и тренировкой. Ударный беспилотник Юдж-22 рухнул в окрестностях газокомпрессорной станции в Коломенском районе Московской области. Этот беспилотный летательный аппарат, вероятно, шел на малой высоте и банально зацепился за ветки, после чего потерпел рушение. Теперь же, дорогие друзья, давайте углубим свои познания и еще более детально разберем все происходящее буквально по каждому из направлений фронта. Внимание на экран, друзья. На Донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии продолжили штурмовые действия укрепрайона вооруженных сил Украины в Марьинке. Российская армия атакует как в городской черте, так и на южных и северных окраинах города. Вооруженные силы России также при огневой поддержке ведут наступление на Первомайское, причем идут со стороны Песок и от Водянова. На втором из названных направлений фронта есть продвижение. Из района Опытного и Спартака российские войска стремятся продавить оборону ВСУ на южных подступах к Авдеевке. Поэтому укрепрайону активно работает также российская артиллерия, нанося удары с утра до ночи. Также под обстрелами российской армии находятся позиции ВСУ в Новомихайловке, в городе Красногоровке, в Невельском, Нетайлово, Ласточкино и Нью-Йорке. Украинская армия в свою очередь наносит артиллерийские удары по Донецку, Горловке и Майорску. К западу от Бахмута вооруженные силы Украины обстреливают Азаряновку и Крещевку. Ракетный удар также зафиксирован по Мироновскому, а это буквально в глубоком тылу. Российская армия ввела в свою очередь огонь по Иванполью, Константиновке, Ступочкам, Ивановскому и Бахмуту. Сам этот город был взят в полукольцо. Чувака Вагнер продвинулись на юге со стороны Иванграда. Также оркестранты Вагнера установили контроль над новыми районами восточной части Бахмута. А на северо-востоке они продавили оборону вооруженных сил Украины от Подгороднего, а с севера от Ягодного. Но самое критическое положение украинских войск на северо-западе. Там ЧВК Вагнер сделали рывок Богдановке. И таким образом все линии снабжения ВСУ в Бахмуте буквально находятся под огневым контролем Вагнера. Оркестранты также атакуют в направлении Орехово-Васильевки и к северу от Солидара стремятся прорваться к Раздолов, а чуть восточнее и к Веселому. На Луганском направлении фронта российские войска вновь попытались атаковать Белогоровку. С северо-западней они продолжили наступательные действия в сторону Ямполевки, Тернов, Невского и Макеевки. ВСУ по этим направлениям буквально везде отразили атаки российских войск. Как видим идут очень ожесточенные боевые действия. Особенно в Угледаре, в Бахмуте, где отряды ЧВК Вагнера пытаются все-таки закрыть в котел украинский гарнизон в этом населенном пункте. Но ВСУшники стоят буквально намертво. Ермак и его ручной генерал Сырский поставили все на карту и стараются любыми усилиями удержать Бахмут. При том, что Залужный говорил им оттуда отступить, они все равно ложат буквально весь ресурс ВСУ, лишь бы только отстоять Бахмут. Не уверен, что у них это получится и это приведет к их военному и политическому падению именно группы, зависимые от британской разведки, во главе с Зелли, Ермаком, Резниковым и прочими этими коррупционерами. И наоборот, росту рейтингов Залужного, который по сути этого зелю Ермака и отодвинет, судя по всему, в ближайшей перспективе открыто власти. Но не менее ожесточенные боевые действия, чем в Бахмуте, происходят и в Марьинке, где уже много месяцев идет откровенная бойня между российскими военнослужащими и ВСУшниками. От города практически ничего не осталось. Я не могу здесь, в этой платформе и в других социальных сетях публиковать, что происходит с Марьинкой. Это можно только в Телеграме. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь на мой Телеграм, где я выкладываю все самые запрещенные кадры, то, что нельзя буквально нигде, кроме него показать. Ссылка есть в первом закрепленном комментарии к этому видео. Либо наведите вашу камеру, телефона, смартфона, планшета, чего угодно на вот этот QR-код и перейдите на мой Телеграм-канал. Город буквально весь разрушен. То есть там просто чудовищные кадры. И битва за Марьинку продолжается. Давайте по карте и в деталях разберем, что происходит на Марьинском фронте. Сообщения о скором взятии под контроль Марьинки российскими военнослужащими были преждевременные. Вооруженные силы Украины по-прежнему удерживают центральные кварталы Марьинки, оборудовав буквально каждый дом для длительной обороны. Продвижение вглубь города прямой атакой чревато для российской армии большими потерями в личном составе и технике. Поэтому сейчас подразделения вооруженных сил России перешли к тактике огибания украинского крепрайона с юга и с севера. Такая тактика в теории позволит вынудить вооруженные силы Украины отступить центральных кварталов Марьинки. Однако основной проблемой штурма Марьинки является наличие функционирующих путей снабжения группировки в ВСУ, которая находится в гарнизоне этого города. Украинские подразделения полностью контролируют дороги до Углидара и Курахова. А это обеспечивает беспрепятственное пополнение как живой силы, так и боеприпасами. И пока украинским войскам доступны логистические развязки, удерживать Марьинку они смогут очень и очень долго. Без прерывания снабжения ВСУ в городской застройке российская армия может ковыряться еще очень долго. А вот если она будет выявлять пути подвоза и дистанционно минировать их, а если еще начнут применять систему Гермес и жечь украинские БТРы на марше, то ВСУ придется очень тяжело. И российская армия, судя по всему, именно к таким методам в ближайшее время и прибегнет. Что очень сильно усложнит жизнь для гарнизона ВСУ в Марьинке. Марьинка, Углидар и Бахмут это три кровоточащих раны украинского, русского и в целом всего славянского народа, всех православных народов мира. И я в целом снимаю свое видео с нейтральных позиций. Я не поддерживаю никаких военных действий, никаких агрессий. По той причине, что эта война, эти боевые действия имеют империалистическое содержание. Это империалистическая война и я не раз это доказывал. Крупная мировая буржуазия делает бизнес на украинской крови, на том, что русские украинцы, славяне, православные, хотят еще втянуть поляков, католиков, хотят втянуть белорусов, тоже православных, чтобы мы все друг друга уничтожали. А они барыги, олигархи, которые все это заварили, продавали оружие и зарабатывали на этом деньги. Их прямая марионетка всей этой оружейной мафии, президент США Байденюк, его демократическая шайка, Ллойды Остины, Камалы Харрис, Блинкены, Салливаны и прочие лоббисты мировой олигархии. Они все это делают в интересах газового капитала, для того, чтобы вытеснить российский Газпром и захватить рынки для американских газовиков. Это делается в интересах мирового финансового капитала, чтобы удержать брейтенвудскую долларовую систему и однополярную власть ФРС, МВФ и прочих банкирских этих группировок во главе с Ротшильдами, Кунами, Шрифами, Барухами, Лебами и прочими этими Рокфеллерами. Имя им легион, этим отродием дьявола. И конечно же, всем этим сейчас заправляют этими процессами, вот рулят этим ручным президентом и коррупционером Байденюком, оружейные олигархи. Сейчас при империализме идет передел рынков. И то, что происходит в Украине, эти открытые боевые действия, это всего лишь триггер для экономических разборок и империалистических войн за рынки. Сейчас через Байденюка, своего лоббиста и шестерку, оружейная мафия штатов вытесняет с оружейного рынка своего главного конкурента Россию и в десятки раз, вооружая блок Аукус, вооружая блок НАТО, увеличивает свое производство и свои прибыли. И своему ручному коррупционеру и лоббисту Байденюку за все это они отстегивают деньги. Именно из-за него и его хозяев-олигархов проливается украинская и в целом славянская, православная и другая кровь на многострадальных украинских землях. Он враг Америки, враг Украины, враг всего человечества. Прихвостень торговцев смертью. Весьма показателен диалог Ван И с главой МИД ЕС Борреля. Китайский дипломат попросил Борреля объяснить, почему Евросоюз так беспокоится о передаче вооружений России, если сам накачивает им Украину. Внятного ответа от Брюсселя ожидаемо не последовало. И вот это те самые двойные стандарты, которые в первую очередь выгодны, конечно, США. Штаты зарабатывают колоссальные деньги, превращая Украину в полигон для своих вооружений и одновременно в свалку для европейских, вынуждая последних восполнять переданные Киеву запасы за счет закупок у американских компаний. Выгода не только материальная. В реальности это еще один способ лишить Европу суверенитета. Важный момент. На рынке вооружений главным конкурентом США всегда была Россия. И конфликт на Украине это еще и способ установить свою монополию здесь. Вот она вся суть политики Байдена. Это лоббирование мировой олигархии и тотальная поставленная на поток коррупция. Как внутри самой Украины, через марионеточных ему олигархов, таких как Беня Коломойский, Левочкин, их марионетка Ермак и Шмыгаль, которые рулят страной, и ручной клоун Зеля, который читает бумажки. А за всем этим стоит Байденюк и его демпартия, которых расставили их хозяева олигархи, привели к власти, раздули через свои СМИ и которые через них продвигают, расширяют свои рынки и проводят империалистические конфликты для удержания своей однополярной, уродливой олигархической модели. Для удержания мировой долларовой системы, банковской системы, доллара как мировой резервной валюты и для подавления всех остальных государств в интересах клики мирового финансового капитала. Моя любимая, родная и раннецветущая Украина, мой прекрасный украинский, славянский, православный народ, его уничтожение для этих барых это просто бизнес. Всю эту коррупцию в Украине крышует Байденюк и его команда из Демпартии США. Прекрасно они все знают, все западные мировые СМИ, в том числе и американские, писали о коррупции в Министерстве обороны Украины, про коррупционера министра обороны Резникова, Ермака, про Кирюшу Тимошенко. И при этом Байден сейчас обнимается с Ермаком, обнимается Лой Достин со своим дружком-коррупционером Резниковым, да потому что они крышуют их коррупцию. В Украине большинство всего этого вооружения идет на черный рынок, с помощью чего перевооружаются все сепаратистские, экстремистские и прочие опасные группировки по всему миру. Перевооружаются все криминальные, мафиозные группировки со всего мира. А с этого они делятся с Байденюком, делятся с Демпартией, с представителями англосаксонских разведывательных органов и спецслужб. Рука руку моет. В украинском бизнесе, в крупной олигархии, в газовом, в металлургическом, у Ахметова, у Левочкина, Фирташа, у Бени Коломойского, везде находятся британские фирмы-прокладки, которым и отстегивают через них прибыль со всех олигархических производств, со всех схем украинских олигархов. Это и есть деньги за лоббирование и крышевание всей украинской коррупции. Почти весь олигархат Украины – это завербованные агенты британской разведки. Их ручные клоуны по типу Дзели, Ермака, Шмыгаля рулят страной так, как надо олигархам и их кураторам в британских спецслужбах. Хозяева Байдена и Демпартии США, газовые олигархи, получают сверхприбыль, продавая свой СПГ в Европу. В несколько раз завышают цену. То же самое делают транснациональные корпорации и рулящие ими олигархи, производящие зеленую энергетику, которую через таких марионеток в мировых олигархических кругов, как Шольц, Макрон, массово продают в Европу. На триллионы долларов, на сотни триллионов долларов. То же самое делает и оружейная мафия. Прямые хозяева марионеточного президента США Байденюка и его вот этой Демпартии. Они продают вооружение в Европу, перевооружая ее. Продают вооружение в блок Аукус, перевооружая его. Это триллионы долларов. И поводом для всего этого служит искусственный управляемый конфликт на территории Украины. Это просто банальный бизнес Байденюка и олигархов. Европейцы опустошают свои склады, а американские оружейные гиганты Рейтен Технологис и Локет Мартин получают новые контракты и на долгие годы обеспечивают себя длинными деньгами, загоняя Европу в длинные долги. С европейским рынком оружие происходит то же, что и с рынком газа. Его нам теперь поставляют США. И нехватку боеприпасов тоже будут восполнять американские поставщики. Кровь моего прекрасного, любимого украинского и в целом всего славянского народа проливается ради выгоды этих барых олигархов и их прямых халуев, империалистических правителей, которым эти олигархи отстегивают за это бабки. На смерти, на жизнях простых военнослужащих эти барыги тестируют свою военную технику для того, чтобы она лучше продавалась. У Европы нет другого выхода. 80% вооружения, которое используются европейские страны, входящие НАТО, это американские. Контракты держат в секрете, но всех цифр не скрыть. Вот отчет на официальном сайте Госдепа за прошедший год. Продажи американского оружия взлетели почти на 50%. Успех позволяет начать новые разработки. Вот на выставке замечаем усовершенствованную модификацию грузовика Хамви. Его предшественник уже на Украине. Можете сказать несколько слов об этой машине? Только самое основное. Это наш легкий тактический автомобиль следующего поколения. Эти сатанисты олигархи, эта транснациональная буржуазия делает бизнес на уничтожении Украины. А простых военнослужащих всячески промывают, причесывают им мозги с помощью лживой патриотической пропаганды. Всем рассказывают, что вот ты сражаешься за свой народ, за свою землю. Так всегда, всегда буржуазия эксплуатирует национализм, патриотизм и поднимает людей на боевые действия. А в реальности за всем этим патриотизмом, любовью к родине, прячется любовь на самом деле к имуществу, к яхтам, олигархам, к их дворцам, золотым унитазам. И так со всех сторон конфликта. Вот любые сражения между империалистическими, капиталистическими государствами это так. И вообще в целом патриотизм и национализм при капитализме это преступление. Потому что вы сражаетесь не за свой народ, свою землю, а сражаетесь за имущество барых, олигархов. Вся земля в Украине, да и вообще в большинстве капиталистических государств распродана олигархическим агрохолдингом и разнообразным компаниям, агрокомпаниям, транснациональных корпораций. Таким как Монсанта, которая принадлежит всяким Ротшильдам, Рокфеллерам, Кунам, Барухам, Лебам, Шифам. Команда Зели, когда уже разворовала все, уже воровать ничего не осталось, они продали землю Монсанте и другим агрокомпаниям. И поэтому вот это зерно из Украины так и вывозили. И все остановили боевые действия и дали выехать этому зерну. Потому что это зерно хозяев, глобалистов, барых. Так эти мировые агроолигархи-глобалисты умудрились еще поднять в вонищу через подконтрольные им СМИ по всей планете, что из-за России происходит продовольственный кризис, что бедные страны Африки будут голодать. И самое главное, когда это зерно выехало из Украины, то его продали в богатых странах Европы. Никуда оно в Африку не пошло. Но с помощью этого хая и криков глобалисты смогли поднять его цену на рынке и продать его значительно дороже. Никакой кормежки Африки, никаким там африканским голодным детям они не помогали. Это все ложь обычных барых, лицемеров, которые обманули общественное мнение с помощью подконтрольных им СМИ и просто заработали очередные деньги. И то, что происходит в Украине, ведь что это такое? Идет накачка Украины вооружениями. В основном это всякое старье из стран Европы, которое нужно утилизировать. Но по большей части его гонят в Украину, чтобы его там и утилизировали. И на этом еще барыги сэкономили денег. А основное оружие штатов идет европейским государством. Так называемое перевооружение НАТО, перевооружение блока Аукус. И когда Украине уже действительно тяжело, то они Украине помогают. Но помогают так, чтобы Украина не могла ни победить, ни проиграть. Чтобы боевые действия шли как можно дольше. Оружейные барыги получали как можно больше заказов. У глобалистов и им подконтрольных СМИ было как можно больше возможностей поднимать вонь в СМИ. Для того, чтобы дальше обманывать европейские государства, Америку и в целом страны золотого миллиарда так называемого. И выдуривать больше денег из тамошних налогоплательщиков. И тратить их на внешнюю политику. Большинство из этих денег будет разворовано, распилено. Либо пойдет на заказы олигархам из транснациональных корпораций. Либо производящих оружие, либо СПГ, газ вот этот. Либо оружейной мафии. Вот и все. Обычная империалистическая война в интересах переделка рынов. Блять, сейчас подрезать и сюда же. Обычная империалистическая война, целью которой является передел рынков. И одним из них является рынок оружия. Где мировая оружейная мафия вытесняет своего главного конкурента Россию. Любые крайние меры, те же санкции используют как оружие. Так своими пакетами США перекрыли Сербии доступ к российским истребителям. Республика не может закупать нужные запчасти. Американское оружейное лобби опять получает выгоду. Закрывает возможность поставок своему самому серьезному конкуренту. И вот, друзья, я рассказал вам всю суть и того, что в Украине происходит и в мире, и в России. Я и украинских, и российских олигархов, и западных критикую нещадно. Я их не перевариваю. Ко мне пришла информация, что олигархи, их менеджер Ермак в Украине, меня заказали. Что меня хотят просто физически грохнуть. Наряду с другими правдорубами и блогерами в Украине и за ее пределами. Они хотят грохнуть в Америке Швеца, который критикует банду Ермака. Они хотят грохнуть Ростислава Шапошникова. Хотят грохнуть блогера Максима Казарова, который изобличает их суть, сидя в самой Украине. Но по мне вопрос поднят на самом высоком уровне. И мне нравится, что я буквально изобличил всю их прогнившую олигархическую систему. И показал империалистическую суть этого конфликта. И я хочу сказать, что если мне и суждено погибнуть, я приму эту смерть с честью, не боясь. Я не боюсь. Я православный христианин. И для нас, православных, погибель, мученическая смерть ради своего народа, ради своей веры, церкви, религии, это высшее благодетель. Это самое прекрасное, что может случиться. Поэтому, если Господь даст мне такую кончину, то я буду бесконечно ему благодарен. Я хочу погибнуть от пуль этих сатанистов. Я хочу мученически принять свою гибель, сражаясь за свой народ. Идя путем Иисуса Христа, первого социалиста. Идя к Господу по небесной лестнице. И я хочу дойти до высшей ступени. И мученическая смерть, это именно она и есть. Поэтому я готов ее принять. И не буду юлить, не буду давать назад. Раз суждено так, то значит суждено. И если мне суждено погибнуть, каждый из вас, из православных христиан, из социалистов, должен поднять мой флаг и продолжать идти этим путем. Против всего этого буржуазного сатанизма. Против всей этой заразы. Против этой лжи. Против их империалистических войн. И рано или поздно мы победим. И все эти гонения нас, христиан, только укрепляют. Нас, социалистов, они делают только сильнее. Все эти уголовные дела, эти попытки меня ликвидировать. Когда руками продажных нациков мне пробили голову. И я еле-еле выжил, находясь на операционном столе. Когда меня давили, открывали на меня десятки уголовных дел по приказу олигархии. Вся эта продажная юстиция. Все эти продажные СБУшники, менты и прочие силовые органы. Они только делали меня сильнее. Они укрепляли мою веру в Господа. Они подвигали меня к тому, чтобы читать больше умных книг. Чтобы ознакомиться с марксизмом. Ознакомиться с работами высшей философской мысли. Высшей экономической мысли. Они укрепляли нас. Поэтому я благодарен всем своим гонителям. Всем своим врагам. И я действительно люблю их. Потому что они являются моими учителями. Вы поймите, даже дьявол всего лишь марионетка Бога. И все слуги дьявола созданы и действуют только для того, чтобы укрепить нашу с вами веру. И мы не должны сворачивать ни на шаг. Мы должны идти прямым путем нашей религии. Прямым путем нашего воззрения. И наша главная цель, моя главная цель, это служение своему славянскому православному народу. Другим нашим народам, братьям, которые жили с нами в пределах общего Советского Союза, Российской империи. Да и в целом служение всему рабочему классу. Потому что рабочие Америки, Европы, никакие для меня не враги. Это наши братья по классовой борьбе против угнетающего олигархического класса. И рано или поздно мы победим. Я в этой жизни служу своему народу, своей религии, своей ценности и созданию социалистического, справедливого общества социальной справедливости. И никогда с этого пути не сверну. Они считают меня безумцем, религиозным фанатиком, сумасшедшим. Почему? Потому что я служу Богу и своему народу. А они служат золотым унитазом, яхтам, виллам. Они служат мамоне, служат материальным ценностям. Накапливая их, наворовывая их. Ну куда тебе Байден, коррупционер ты последний, куда тебе эти деньги влезут? Ну твой сын Хантер этими деньгами изуродован. Он ведет отвратительный образ жизни. Безнравственный, грязный. И такие все дети этой олигархии. Такие все дети этих коррупционеров, империалистов, чиновничков, которые прислуживают этим олигархам. Их жизнь отвратительна. И только религиозные, духовные люди, которые живут в любви Господней, или хотя бы в страхе Господнем, только они чувствуют истинный вкус этой жизни, которая заключается не в накоплении материальных ценностей, а в служении. Когда ты не забираешь у людей, не забираешь у Бога, а отдаешь себя людям и отдаешь себя Богу. И это истинное счастье. И если уж в моей жизни суждено уйти, оставить тело и уйти к Господу, то так тому и быть. Я приму с честью мученическую смерть, любые гонения и мучения ради триумфа наших идей.